В 80-е годы, тот же период, 400 с лишним тысяч армян живут в Баку, в Гянджее, в Сумгаите. И это не просто жители. Это, как говорится, трудовая интеллигенция, это руководство. Армяне входили в руководящую тройку на всех высоких уровнях в министерствах и ведомствах Азербайджана. В основном они курировали идеологию и финансы. То есть планирование любых экономических проектов в Азербайджане проходило не без участия армянских сотрудников, скажем так, работал в этих министерствах и ведомствах на высоких должностях. И тут начинается Карабахский конфликт. Все помнят Абеля Агамбегяна, его выступление в Юманитере. Представляете, совет генсека СССР Горбачева Агамбегян выступает в западной, во французской газете, пусть и коммунистической, с тем, что экономически целесообразно передать Карабах из состава Азербайджана, состава Армении. Он жив, кстати, сейчас ему 90-х. Он или маньяк, он или же преступник. Скорее преступник, потому что он экономист, он профессор. Он входит в круг людей, которые руководят СССР и при этом преступно заявляет о том, что экономически обоснованно вот этот дотационный горный регион Карабаха, который сам себя содержать не может, передать другому дотационному региону, то есть Армении. То есть одного, извиняюсь за выражение, галадранца, передать другому галадранцу. Хорошо. Помогли им, начался конфликт. В итоге что происходит? Основные-то финансовые поступления, пункт А, в Армении, в Карабах шли из Азербайджана, хотят того, довольны и недовольны этим армяне, когда говорят, что якобы плохо развивался Карабах. Альтернативы не было. Шли из Азербайджана. Дополнительные финансовые поступления шли от бакинских армян, которые содержали своих родственников, бедных и не очень, как в Карабахе, так и в Армении. И что же происходит? И отцом, и вся вот эта националистическая игра приводит к тому, что Азербайджан покидает 400 с лишним тысяч армян, самых богатых зажиточных, которые содержали частично и лоббировали существование армян в Карабахе и в Армении. То есть ради 100 тысяч армян в Карабахе, пастухов, сельских жителей под нож отдается элита армянского народа 400 с лишним тысяч интеллигенции и ведущих чиновников, которые фактически соуправляют Азербайджанской СССР, сидя в баку. Вот есть у этих людей, которые это начали, у них или головы на месте нет, или же они предатели. Я почему-то склоняюсь к тому, что это люди предатели. Ну это старый сценарий, тут же ничего нового. И сейчас этот Абель Агамбегян, кстати, год-два назад вдруг в интервью попытался из себя играть Аванеса Качазной. Ему задали же вопрос, вот вы тогда в 87-м году говорили о Мияцуме, о том, что надо передать, целесообразно передать. Что вы об этом думаете? И этот пожилой маразматик, сейчас же он может частично правду говорить, и он признает, что он ошибался. А что ты не знал в 87-м году, что ты ошибался? Прекрасно ты знал. Просто вот такие люди и есть боль, проблема армянского народа. Именно пока вот эта парадигма не поменяется, пока таких людей слушают, пока есть идеология, которая воспитывает армянских детей в рамках исторической парадигмы о потерянной Великой Армении, о Великой Империи Великого Тиграна и подобной чуши Тиграна Кертах. Я ничего не говорю, это ваша история армянская, очень красиво написана, кстати, можно снять серьезные голливудские фильмы и снимают, но она в реальности оторвана от той ситуации географии, демографии и положения, в котором вы находитесь. В чем отличие Азербайджана от Армении? Давай согласимся, что сейчас очень часто говорят, что Азербайджан на фоне победы живет в эйфории, что азербайджанская элита оторвалась от реалий. Я вас уверяю, нет. Если бы армянская сторона была бы не то что реалистом, а как мы говорим, если бы она осознавала, что произошло, то армянская элита удивилась бы той скромности, выдержанности и неторопливости, которую азербайджанское руководство имеет сейчас на фоне того, что произошло. А произошло не только то, что определенные значительные территории Карабаха освобождены и так далее. Произошли серьезнейшие геополитические сдвиги, которые понимаются в Москве, в Вашингтоне, в Париже, где вас обманывают. Каждый день послиться США в Ереване говорит разного рода глупости. Послиха. Послиха. Вот, даже так, статусом выше. Эта послиха просто издевается и троллит армянский народ. Почему посол США в Баку молчит, посол США в Анкаре молчит и так далее? Почему? Потому что в каждой стране посол должен учитывать повестку и интересы страны, в которой находится. Так в каком же глупом положении находится Армения, что послиха может так жестко троллить армянский народ, и в Ереване люди серьезные радуются тому, что там Вашингтон, Париж с нами. Если еще вот такой этап дезинформации будет продолжаться в Армении, я не исключаю того, что благодаря этой дезинформации Азербайджан достигнет полного разгрома армянской государственности и всех иллюзий, на которых живет армянское общество. То есть вы сами себя ведете к очередному поражению. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.